Виктор Бруверис Виктор Бруверис Даже в маленьком Акнисте, где Виктор Бруверис трудится юрист-консультом в местной думе, велось обсуждение реконструкции дороги, которую решили расширить на несколько метров. И, наконец, нарушено правило кабинета министров номер 717. Самовольный снос без обсуждения деревьев в неаварийном состоянии. В толстой папке подготовки к делопроизводству много любопытных фактов, претендующих на статус даже откровенного подлога. Администрация города, обходя острые углы, предпочитает пустить дело в эмоциональное русло. Если кто-то хочет себе на этом заработать политический пиар из политиков и говорить, я решу ситуацию, которая уже решена, ну, наверное, просто делает сам себе противоход. Мы говорили уже давное-давно, я повторю еще раз, ничего против желания жильцов мы делать не будем. И вы, уважаемые журналисты, могли уже заметить, что продолжаются работы по реновации только проезжей части. То, что касается спорной ситуации зеленой зоны автостоянки, надо реально понять, может, не до конца все понимают. Этот земельный участок не принадлежит дому. Этот земельный участок – собственность самоуправления. Но даже при этом, при всем, если жители против, и мы не найдем никакого конструктивного диалога, в следующем году будет восстановлена зеленая зона. Ну, господин Ширяков, наверное, плохо все-таки разбирается в том законодательстве, скажем так. Здесь нужно было провести публичное обсуждение, которое обошли городские власти. Принять какое-то решение после этого публичного обсуждения. Если бы жильцов не устраивало это решение, они имели бы право это решение в конституционном суде оспорить. Так как это все не было сделано, я считаю, настолько нарушен закон, что другого решения суда, как признать выданное строительное разрешение незаконным, и дать городским властям какой-то срок на восстановление этой зеленой зоны в первоначальном состоянии. Ну, я как юрист, просто проанализировавший похожие ситуации по другим решениям суда, вижу, что другого решения практически быть здесь не может. Переписка с чиновниками надоела жителям, вынудив пойти на крайнюю меру. По большому счету, инициаторы хотят добиться главного – признать действия властей незаконными в административном порядке. Для этого, утверждает юрист, доказательной базы более чем достаточно. Эта тема лишь городских властей затронула в тот момент, когда стало понятно, что срывается, скажем так, проект по евро-деньгам здесь. Я вижу, что здесь за счет евро-деньг делается не только улица, но делается как бы новое строительство. То есть не реконструкция уже, а новое строительство, что опять является нарушением закона. То есть реконструкция есть и реконструкция, где реконструируется уже существующая, то есть в конкретном случае существующая дорога, но не новая стоянка. Мне безинтересно, что активность в переговорах власти проявили лишь в последний момент, когда события развернулись по другому сценарию. Пока дело в суде, европейские деньги на проект город получить не сможет. В этом вопросе исцы заняли принципиальную позицию. Пусть оплачивают из своих карманов те, кто допустил нарушение закона.